Здравствуйте! Разрешите поприветствовать вас на вебинаре, который проводит компания Кодерлайн. И вести вебинар сегодня буду я, консультант-аналитик 1С Гарда Шавакалина. На слайде вы видите программу нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня программы семейства 1С предприятия получили повсеместное развитие. И среди них сейчас набирает особую популярность программа для комплексной автоматизации бизнеса 1С ЕРП, про которую мы сегодня и будем говорить. Немного истории. Было распространено мнение, что продукты компании 1С – это в чистом виде учетные системы. А если требуется спланировать график производства, рассчитать плановые потребности в персонале или материальных ресурсах, то необходимо уже что-то более серьезное, чаще всего иностранное. Ну, или существенно доработать типовую конфигурацию 1С. В этом утверждении есть зерно истины. Эволюционно программные продукты компании 1С ведут свою историю от удовлетворения нужд российской бухгалтерии. А это действительно в самую первую очередь и есть учет. В 2013 году компания 1С выпустила совершенно новое программное решение для комплексной автоматизации промышленных предприятий 1С ЕРП и управления предприятием 2. В программе основной акцент сделан на планировании, и только следствием установленного плана стала оперативная деятельность предприятия и ее учет. Более того, формирование бухгалтерских проводок вообще не производится в оперативном режиме. При правильной административно соблюдаемой организации процесса бухгалтер формирует учетную политику предприятия, то есть правила ведения регламентного учета, проводит определенные операции, это чаще всего платежно-денежные, а затем становится лишь контролером, который подключается, когда планы установлены, выполнены и нужно подготовить регламентированную отчетность. Теперь назвать 1С ЕРП управления предприятием 2 очередной бухгалтерской программой от 1С абсолютно неверно. 1С ЕРП управления предприятием 2 в полном смысле именно система управления ЕРП классом. Для каждого товара показываются цены по тому типу цены, который указан в документе, и указываются остатки на выбранном складе. Для просмотра других цен по товару используется кнопочка «Цены». Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон, например, от и до. Для подбора товаров, которые есть в наличии, можно активизировать флажок «Тока в наличии на складе». Также в меню «Заполнить» есть возможность осуществить загрузку в табличную часть номенклатуры из внешнего файла, но чаще всего экселевского. Следующая кнопочка над табличной частью называется «Обеспечение». Она тоже выделена красным на слайдике. Кроме этого, документом «Заказ клиента» можно устанавливать резерв на ТМЦ. Под кнопочкой «Обеспечение» в выпадающем списке «Снять резерв» и «Зарезервировать товар» выделено красной линией. Здесь на слайде вы видите случаи, в которых можно зарезервировать товар, материал или продукцию. То есть из каких документов мы можем провести эту операцию. В табличных частях данных документов рядом с колоночкой «Номенклатура» присутствует колонка «Действия». С помощью данной колонки мы и будем резервировать товары. Если мы переходим к заполнению колонки «Действия», выбираем один из предложенных вариантов. Варианты будут «Резервировать», если на складе есть остаток. Мы можем поставить его в резерв. После этого количество, указанное в табличной части, пропадает из свободных остатков. Продать данную «Номенклатуру» мы сможем, если создадим расходную накладную на основании нашего заказа покупателя. Другой вариант – «Обеспечивать обособленно». Когда мы будем делать заказ поставщику по обособленному обеспечению, наша номенклатура будет автоматически вставать в резерв под место обособленного обеспечения. В данном случае под заказ покупателя. Еще вариант – «К обеспечению». В этом случае, когда мы делаем заказ поставщику по обеспечению, номенклатура не будет вставать в резерв. Она будет доступна в свободном остатке. Следующий вариант – «Не обеспечивать». То есть в данной номенклатуре пока нет потребности. И еще один вариант – «Отгрузить». Это значит на основании документа можно провести документ списания. Ну, в нашем случае, например, это будет реализация товаров и услуг. Чтобы посмотреть место резерва в 1С ERP, можно воспользоваться отчетом «Остатки и доступность товаров». Снять с резерва товар можно с помощью документа «Корректировка назначения товаров» с видом «Снять с резерва». Находится он в подсистеме «Склад и доставка», «Корректировка назначения товаров». Заполнение закладки «Товары» может проиллюстрировать следующий слайд. Вот тот, на который мы с вами сейчас смотрели и изучали. Кроме оформления резерва на товары из документа «Заказ клиента», это, естественно, эти операции можно перевести и с другими. Механизмы обеспечения работают единообразно для всех заказов. Поэтому сегодня мы рассмотрели только заказ клиента. В 1С ERP применена революционная методика резервирования в графике товара, которая снимает множество проблем с оптимизацией резервирования. Основа этого механизма в системе строится график изменения планово-расчетных остатков на складе по каждой номенклатуре. В новой схеме резервирования заказа клиента резервируют товар очень просто. Он помещается в графике отгрузок и тем самым уменьшает планово-расчетные остатки. Если такое уменьшение привело к показателю ниже нуля, то программа не позволит разместить заказ в графике. Это значит, что товара под заказ не хватает. Чтобы все-таки зарезервировать товар, надо другой заказ выбросить из графика, чтобы увеличить планово-расчетные остатки. Следует обратить внимание на закладочку «Доставка» в заказе клиента. Если предприятие имеет собственные транспортные средства, то мы можем выбрать варианты доставки, как показано на этом слайде. В этом случае, чтобы автоматически подтягивалась информация для путевых листов, для грузовых разделов транспортных и товаро-транспортных накладных, а также была возможность планировать доставку, следует заполнить сведения о собственных транспортных средствах. Сделать это можно по команде «Склад и доставка», «Настройки и справочники по складу», «Управление доставкой» и «Типы транспортных средств». Используя ввод на основании, мы можем открыть диалоговое окно, где вводятся данные по транспортному средству. И, соответственно, заполнение этого раздела очень важно. Если мы заполняем сведения про транспортные средства, то есть указываем его номер, грузоподъемность, кубатуру, то в дальнейшем мы можем планировать и рассчитывать партии, которые требуются перевести, ну и, собственно, работу автотранспорта. На основании заказа клиента мы можем формировать заказы поставщикам. Основным инструментом, при помощи которого осуществляется формирование заказов поставщикам, для обеспечения потребностей, является рабочее место формирования заказов поставщикам. Вызывается оно по команде «Закупки», «Заказы поставщикам», «Создать по потребностям». Рабочее место формирования заказов поставщикам помогает автоматизировать следующие процессы для поддержания остатка на складе и обеспечения заказов на отгрузку. То есть определить номенклатуру для поддержания страхового запаса. Задать максимальные и минимальные остатки по выбранным товарам на складе. Провести анализ запасов на складе. На основании сделанного анализа сформировать потребности в номенклатуре, потребности по заказам на отгрузку и рассчитать ожидаемые сроки поставок. Рассчитать количество товара для заказа у поставщика. В этом случае осуществляется автоматический расчет. Отменить поддержание заказа по товару. Откорректировать количество товаров, рассчитанных к заказу у поставщика. Определить наиболее выгодного поставщика товаров. Сформировать с ним соглашение и цены на основании данных, которые имеются в системе. Разместить заказы на отгрузку в созданных заказах поставщика. Ну и собственно процесс формирования заказов поставщикам для поддержания запаса на складе и обеспечения потребностей был представлен на схеме предыдущего слайдика. Рабочее место формирования заказов поставщикам реализовано в виде помощников, которым каждый шаг формирования заказов представлен на отдельной закладочке. Поддержание остатка на складе, обеспечение заказов на отгрузку и создание заказов поставщикам. Отбор потребностей и уточнение параметров поддержания запасов осуществляется в три шага. Значит первый шаг это можно произвести отбор по свойствам потребности и при необходимости уточнить параметры поддержания запасов. В этом случае у нас есть гиперссылка настроить поддержание запасов на форме рабочего места формирования заказов по потребности. На втором шаге работы с помощником предусмотрена возможность создания заказов по конкретному набору способов обеспечения. Это позволяет отложить формирование заказов по остальным способам обеспечения. Ну например на следующий сеанс работы по формированию заказов. Для отмеченных способов обеспечения можно дополнительно указать какие позиции номенклатуры следует включить в заказ. Это режим к заказу товара. Ну и наконец на третьем шаге работы осуществляется поддержание запасов различными методами обеспечения потребностей. На этом шаге показывается информация о товарах, остатки которых требуется поддерживать на уровне, необходимом для полного обеспечения потребностей. После того, как выполнены все вышеописанные действия, мы можем переходить к созданию ресурсной спецификации. Расположена она в разделе производства НСИ. Сформировать ее можно либо на основании маршрутной карты, либо из журнала ресурсных спецификаций. Что такое маршрутная карта? Маршрутная карта – это вид нормативной информации, определяющий параметры выполнения обособленной группы технических операций. При кладном решении маршрутные карты задаются в списке производства, нормативно-справочная информация, маршрутные карты. По способу использования маршрутная карта может быть как основной, так и вложенной. Вложенной маршрутной картой в составе основной можно списать наиболее часто выполняемые, то есть повторяющиеся, группы технологических операций. То есть вложенный маршрут. При составлении по операционному расписанию для рабочих центров, технологические операции из вложенных маршрутных карт учитываются в линейной структуре общего технологического процесса. Маршрутные карты, назначенные в ресурсной спецификации по этапам производственного процесса, детализируют эти этапы до технологических операций. На основании маршрутных карт, выбранных в этих этапах, предусмотрено заполнение ресурсных спецификаций по кнопочке «Заполнить по маршрутным картам» этапов спецификации. Этапы производства. На закладочке «Основное» вводим наименование спецификации, тип производственного процесса, ну то есть, например, изготовление, сборка, ремонт, разборка, утилизация и так далее. Наименование готовой продукции, количество, которое требуется изготовить. Переходим на закладочку «Материалы» и заполняем перечень номенклатурных элементов, которые нам потребуются. То есть, необходимое количество, единицы измерения, способ их получения, ну, например, обеспечивать. А также указываем статью «Калькуляция», ну, например, «Материалы основные». Переходим после этого на закладочку «Трудозатраты». На ней заполняем виды работ, их количество, единицу измерения, а также статью «Калькуляция», ну, чаще всего, например, «Зарплата». На основании заказа клиента формируется документ «Этапы производства». Этапы производства – это документ, который предназначен для управления ходом производства. Этап создается и выполняется в рамках заказа на производство. При использовании ресурсных спецификаций, этап производства формируется при помощи информации из этапа спецификации. Этап производства мы используем как для планирования производства в графике, так и для отражения фактического выполнения этапа. Для целей планирования графика этап содержит в себе описание параметров производственного процесса, то есть длительность, ресурсы. График производства представляет собой расстановку этапов производства по времени с определением даты начала и даты окончания. Этап содержит в себе информацию о материалах, которые требуются обеспечить для исполнения и является одновременно распоряжением на отгрузку этих материалов. Этап может обеспечиваться обособленно, при этом сам он выступает назначением для обеспечения. В этапе мы описываем выходные изделия, которые должны возникнуть при выполнении. При выполнении в самом этапе производства указывается также информация о норме расходов, о возникновении выходных изделий, деловых отходов. По этапу мы списываем, естественно, трудозатраты для его выполнения, плановые и фактические. Вот на этом слайдике мы с вами можем посмотреть на уже заполненный этап производства. Для контроля заходом производства создано рабочее место диспетчирования этапов. Вызывается оно из раздела производства, межцеховое управление. Основу рабочего места составляет список этапов производства, которые содержат разную индикацию и отборы, которые позволяют акцентировать внимание на каких-то важных моментах. Например, список содержит три колонки с индикаторами, которые отражают разные состояния этапов. 1S ERP позволяет автоматизировать процесс доставки клиентам. Доставка товаров от поставщика, также процесс доставки, примещения между собственными складами. То есть доставка может осуществляться, во-первых, непосредственно по адресам клиентов, с адресов поставщиков или с помощью внешней транспортной компании, то есть перевозчика. Задание на перевозку формируется с учетом зоны доставки, порядка объезда адресов доставки, а также грузоподъемности транспортного средства. То есть то, о чем мы говорили, когда шел разговор о заполнении сведений про транспортные средства. Предусмотрена возможность печати маршрутного листа и комплекта документов, которые должны быть переданы клиенту или перевозчику. Возможность использования функционала доставки определяется функциональной опцией НСИ и администрирования, настроек НСИ и разделов, склад и доставка, управление доставкой. Для того, чтобы создавать и контролировать задания сторонним перевозчикам, следует установить функциональную опцию задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика. Для того, чтобы адрес доставки вводился всегда с использованием адресного классификатора, необходимо установить функциональную опцию редактировать адреса доставки только в диалоге. Также можно установить ограничения на ввод только российских адресов, например. Заполнение информации о зонах и доставке и транспортных средствах. Информация о зонах доставки и транспортных средствах заполняется в соответствующих списках в разделе склад и доставка, настройки и справочники. И зоны доставки можно группировать по различным, например, регионам, районам, по маршрутам оптимального объезда, например, магазинов. Информация о транспортных средствах, повторюсь еще раз, вводится в два списка типы транспортных средств и транспортные средства. Для каждого транспортного средства указывается информация о его вместимости, то есть кубатуре, грузоподъемности и указания способа и адресов доставки при оформлении документов. В нашем случае в качестве распоряжения на доставку могут выступать разные документы. Документ заказа покупателя, документ реализации товаров и услуг, оформленных без заказа покупателя, документ заказ поставщику, оформленный без договора или в рамках договора, для которого в поле приемка товаров установлено значение разделено по документам и в поле оформления поступления значение после оформления заказа. Может быть из документа приобретения товаров и услуг, оформленный без указания договора Или в рамках договора, для которого в поле приемка товаров установлено значение разделено по документам и в поле оформления поступления доступно значение после формирования накладной. Может выступать договор с поставщиком, если в карточке договора в поле приемка товаров установлено значение сгруппировано по договорам. Также это может быть документ заказ на перемещение. Может быть документ перемещения товаров, оформленный без заказа на перемещение. Для оформления операции фактической отгрузки товаров со склада предусмотрено рабочее место склада доставка, ордерный склад и отгрузка. При оформлении доставки товаров предусмотрена также печать маршрутного листа, этикеток, а также возможность печати целого комплекта документов для клиента-перевозчика. Печать документов производится из списка задания на перевозку товаров. Список может быть открыт как из рабочего места менеджера по доставке товара, это раздел доставка, так и в виде отдельного списка задания на перевозку. В списке можно выделить несколько заданий на перевозку и распечатать для них маршрутные листы, товаротранспортные накладные, этикетки на доставку, печать документов для клиента. Будет в этом случае производиться по кнопке «Комплект документов на принтер». В этом случае будет распечатан комплект документов, предусмотренный для документа реализации товаров и услуг, который входит в качестве распоряжения задания на перевозку. Настройка комплекта документов производится в списке документов реализации. На странице «Документы для перевозчиков» отображаются те документы, которые необходимо распечатать перевозчику в том случае, если перевозчик забирает товары с нашего склада. Режим формирования расходного ордера на товары появляется по ссылке НСИ и администрирование. Вызываются настройки НСИ и разделов и склад и доставка. В этом случае мы выбираем режим формирования расходного ордера. На этом слайдике вы видите меню, которым необходимо выбрать режим формирования. Значит, это может быть выбрано кладовщиком, как выделено на моем слайде, менеджером, либо автоматически. Под кнопкой «Выбор» дается краткое пояснение по конкретно выбранной позиции. То есть, что происходит, если мы выбираем именно данную позицию. Для работы кладовщика предусмотрено упрощенное рабочее место – отгрузка товаров со склада, в котором показываются сформированные автоматически расходные ордера в статусе «Подготовлено». Для оценки состояния отгрузки товаров в соответствии с выданными распоряжениями предусмотрен отчет «Выполнение отбор товаров». Доступ к этому отчету открывается по гиперссылке «Состояние отгрузки». Для получения более подробной информации по отгрузке можно воспользоваться отчетом из меню «Склад и доставка», «Отчеты по складу», «Выполнение сборки и отгрузки товаров». Соответственно, в этом отчете можно детально проанализировать состояние сборки, то есть количество товаров, которые необходимо собрать. Собранное уже количество товаров, состояние отгрузки, то есть количество товара готового к отгрузке, количество отгруженного товара, ну и в соответствии с данными распоряжениями. Вот такой отчет мы можем получить, соответственно, по иллюстрации, что у нас куда уехало или только собирается. Фактическая отгрузка товаров со склада регистрируется складским документом расходный ордер на товары. Про это мы уже говорили. В качестве распоряжения на создание складского документа расходного ордера, опять же, могут выступать самые разные документы. Перемещение, приемка на хранение, сборка-разборка, то есть какие-то накладные и заказы. Например, заказ на внутреннее потребление, на сборку-разборку, на перемещение. Порядок, в котором оформляются накладные и расходные ордера на товары, задается по ссылке «НСИ и администрирование», настройка «НСИ и разделов», «Склад и доставка», «Склад». В поле порядок оформления накладных и расходных ордеров и определяется схема работы на предприятии. Создание расходных ордеров на товары возможно следующими способами. С разбиением по заказам и накладным. Эти расходные ордера создаются по каждому заказу или накладной без заказа. Такой способ исключает группировку расходных ордеров по партнерам и заданиям на перевозку. Другой способ – это с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку. В этом случае создается один расходный ордер на товары по нескольким заказам или накладным, оформленным без заказа. При таком способе расходные ордера на товары группируются, например, по дате отгрузки. По складскому перемещению. По заданию на перевозку. Если сборка товаров выполняется в порядке доставки, то есть только после того, как распоряжение будет включено в задание на перевозку. Этот вариант устанавливается в карточке склада «Собрать товары в порядке доставки». При пакетном оформлении, например, расходных ордеров на товары по нескольким заказам, это будет для вновь созданных ордеров, когда указано действие «Создан новый». Если для выбранных распоряжений уже созданы расходные ордера и они находятся в статусе «Подготовлено», то будет произведена попытка объединить эти ордера. Действие «Переоформлено» означает, что у расходного ордера на товары изменилась дата отгрузки, то есть, например, на актуальную дату, либо изменилось количество товаров по распоряжению. Если накладная оформлена по нескольким заказам, то в табличную часть документа «Расходный ордер на товары», который сформирован на основании накладной, будут перенесены все неотгруженные товары по заказам. При изменении распоряжения на отгрузку, изменение расходного ордера выполняется в зависимости от его статуса. Перед отгрузкой товаров можно перейти к проверке количества отобранных товаров. Для этого существует отчет «Контроль оформления документов товара движения». Этот отчет мы можем посмотреть на представленном слайде. И, собственно говоря, можем для сборки товаров на ордерном складе использовать раздельно по каждому заказу клиентов или по всем заказам сборку. Это зависит от настройки параметров доставки в форме склада. Если выбран вариант «Собирать товары в порядке доставки», то в рабочем месте работника склада задание на перевозку будет показано в качестве распоряжения на оформление расходных ордеров. Задание на перевозку будет показано как группа, подчиненными элементами которой будут являться заказы. Установив курсор на строку с заданием на перевозку, можно автоматически сформировать расходные ордера по всем заказам, включенным в эту перевозку. Если выбран вариант «Порядка отбора товаров» и не зависит от порядка доставки, то задание на доставку в рабочем месте кладовщика не показывается. Расходные ордера формируются отдельно по каждому заказу. В сформированном документе расходный ордер на товары можно впоследствии указать то задание на перевозку, в рамках которого эта доставка будет происходить. Также предусмотрена возможность группового объединения нескольких расходных ордеров в одно задание на перевозку в рабочем месте работника склада. Для этих целей используется команда «Изменить выделенное» назначить задание на перевозку. Показ заказов в рабочем месте работника склада в качестве распоряжения на отгрузку зависит от установленного порядка оформления накладных и расходных ордеров. Схема работы аналогична той, которая была приведена при описании порядка оформления отгрузки. Если установлен порядок сначала заказы и накладные, затем ордера, то заказы в качестве распоряжений появятся только при оформлении накладных. После сборки товаров на складе в документе «Расходный ордер» на товары устанавливается статус к отгрузке. При сборке товаров на складе предусмотрена возможность перемещения товаров между ордерами. Для этих целей используется команда «Перенести в другой ордер» на закладке «Отгружаемые товары». Для перехода к проверке на неадресном складе необходимо перевести расходный ордер в статус к проверке. Кнопка «Изменить выделенные» – «Установить статус к проверке» в списке ордеров на закладке. Переходить к проверке на адресном складе можно только после того, как будут выполнены все задания на отбор товаров. В рамках рабочего места на отгрузку товаров на закладке «Отбор из ячейки для расходных ордеров», по которым закончен процесс отбора товаров. Расходные ордера со статусом «К проверке» будут исключены из списка ордеров на закладке «Отбор из ячеек». В качестве распоряжения на проверку и упаковку товара выступает документ «Расходный ордер на товары» в статусе «К проверке». Для регистрации данных по проверке товаров предусмотрена специальная форма проверка количества и упаковка товара в документе «Расходный ордер на товары». Если требуется проверить количество товаров конкретного ордера, то можно открыть форму проверки по ссылке «Проверить и упаковать в расходном ордере». Если требуется проверка количества нескольких расходных ордеров, то мы можем использовать кнопку «Изменить выделенные», «Проверить и упаковать в списке ордеров на отгрузку» на закладке «Отгрузка в рамках рабочего места». В форме проверки можем заполнить фактическое количество отобранного товара, а также заполнить количество отобранного товара можно путем сканирования штрих-кодов или загрузка из ТСБ. Это программка, которая изображает аппарат. Если отобранное количество товара совпадает с количеством указанного в ордере, то его можно заполнить по данным ордера. Прикладное решение позволяет автоматизировать процесс доставки товаров по клиентам, доставки от поставщиков, а также все связанные с этим движения. Для того, чтобы создавать и контролировать задания сторонним перевозчикам, мы можем установить функциональную опцию «Задание на перевозку» для учета доставки силами перевозчика. Для того, чтобы адрес доставки вводился всегда с использованием классификатора, то, соответственно, мы включаем эту функцию. Мы про нее уже говорили. Для оформления задания на перевозку используется рабочее место доставка, раздел «Склад и доставка». И, соответственно, мы можем использовать поручение экспедитору. В поручении экспедитору мы можем указывать, то есть, соответственно, мы выбираем наш – это транспорт, наша транспортная служба или это перевозчик. И если это перевозчик, то для него может создаваться какая-то дополнительная информация. Ну, вот, например, может быть вариант со сложной доставкой. Сложная доставка – это когда требуется, ну, например, начинает перевозку один экспедитор, потом другой экспедитор. Или, например, заказчик часть товара уже забрал, нужно акцентировать внимание на том, что он заберет еще позже. Вот, как показано на слайде, дополнительная информация, на что требуется обратить внимание транспортной службы. Это у нас в заказе клиента. На закладочке «Доставка» отражается эта информация. В распоряжении на доставку мы можем указать любую дополнительную информацию, а также можем автоматически заполнить эту информацию, например, контактными данными клиента. В рабочем месте «Доставка» предусмотрен переключатель, который позволяет отобрать наши задания, то есть с нашим участием. Задания, которые выполняются посторонним перевозчиком, то есть силами перевозчика, или все задания на перевозку, то есть все способы. Использование возможностей включаются функции НСИ и администрирования, настройка НСИ и разделов, склад и доставка, доставка и задания на перевозку для учета доставки силами перевозчиков. В программе предусмотрено создание транспортной накладной и товара транспортной накладной. Значит, соответственно, эти печатные формы могут вызываться для документов, список которых вы видите на слайде. Собственно говоря, эти документы заполняются и содержат информацию одинаково для всех перечисленных здесь видов документов. Заполняются они, повторюсь, из задания на перевозку в транспортной накладной в графе 3, где наименование груза в этом случае выводится, наименование заданное в программах НСИ и администрирования продажи и печать документов, вводится наименование груза для печати транспортного блока накладной или индивидуальное заданное для каждого вида номенклатурное наименование. В товаро-транспортной накладной формы 1Т в товарном разделе могут выводиться номера накладных, то есть, например, список накладных, на основании которых формируется печатная форма. Такая настройка доступа есть всегда. Товарный состав. Вводится полный список товаров из накладной. Настройка доступна для выбора товара, когда количество документов оснований в текущем документе равно одному. Вариант выбирается настройкой «Выводить» в товарном разделе в закладке «Товарный раздел». Вот, собственно, мы прошли все темы, которые планировали обсуждать на сегодняшний момент. Я благодарю вас за внимание. Если возникли вопросы, на которые вы хотели бы получить развернутый ответ, пишите нам, пожалуйста, на указанные реквизиты. Мы будем очень рады на них ответить. Благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин